Украина вывела из строя около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей благодаря атакам беспилотниками. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на разведывательное управление Пентагона. Отмечается, что удары дронов по российской энергетической инфраструктуре также привели к росту внутренних цен на топливо. По подсчетам издания, они выросли на 20-30% уже к середине марта. Чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, РФ была вынуждена остановить экспорт. Кроме того, Россия начала импортировать нефтепродукты из Беларуси и предоставила приоритет отгрузки нефтепродуктов российскими железными дорогами в противовес другим видам транспорта. Также в разведке отметили влияние Украины на российские военно-морские операции. Из-за атак ВСУ Черноморский флот РФ начал избегать украинского побережья и передислоцировал некоторые корабли со своей главной базы в оккупированном Севастополе. Анализ разведывательного управления Пентагона охватывает лишь двухмесячный период – с конца января по конец марта. Тем временем удары по российским НПЗ продолжаются. Одна из последних атак произошла в ночь на 17 мая. Тогда был атакован нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, а также терминал транснефти и мазутный терминал в Новороссийске. Дроны повредили и электроподстанцию в Севастополе. Как писал Униан, ссылаясь на источники, военные цели атаковали СБУ и ГУР. Вскоре источники издания Reuters сообщили, что Туапсинский НПЗ остановил свою работу из-за атак БПЛА. Отмечается, что дроны поразили установку по производству сжиженного нефтяного газа. Кроме того, в Новороссийске 18 мая была атакована Кирилловская подстанция. Без света остались более 20 тысяч потребителей. Субтитры создавал DimaTorzok